Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Сегодня я хочу познакомить вас с рыбкой, у которой красивое название принцесса Бурунди. Как и у многих других рыб, у принцессы Бурунди имеются и другие названия, например циклидафея, а научное название неолампрологус. Относится она к семейству цикловых из отряда окунеобразных. Если оглянуться в историю принцессы Бурунди, то мы узнаем о том, что в продаже они появились уже в начале 70-х годов. Правда название тогда в этой рыбке было иное, лампрологус. Считается одной из первых африканских циклид, которые появились в аквариумах любителей. Кстати, потомство от рыбки принцессы Бурунди впервые смог получить российский аквариумист Ножнов. Так почему же сейчас она называется принцесса Бурунди? На самом деле все очень просто. Название Бурунди она получила от местности, где была впервые обнаружена побережье озера Танганика, относящегося к государству Бурунди. Стоит немного рассказать про обитание этих рыб в естественной среде. Они населяют неглубокие скальные биотопы и редко опускаются на глубину более 7 метров. Однако бывали случаи, когда рыбки принцессы Бурунди опускались и до 30 метров. Предпочитают спокойные воды с медленным течением. В аквариумах любителей встречается достаточно часто и пользуется популярностью как у опытных аквариумистов, так и у начинающих любителей. А все потому, что принцесса Бурунди не привилегивая рыбка, да еще и с мирным нравом. Помимо этого, она не боится любопытных людей, которые подходят к аквариуму. А посмотреть на эту рыбку действительно хочется. Хочется, потому что она приманивает взгляд своим грациозным поведением, вуалевыми плавниками, элегантностью. Не зря же это рыбка принцесса. Причем как самки, так и самцы. Длина тела этих рыб варьируется от 8 до 12 сантиметров. В редких случаях достигает 15 сантиметров. Небольшой парадокс. Это одна из немногочисленных рыб, которая в аквариуме вырастает больше, чем в живой природе. К слову, в живой природе максимальный размер около 10 сантиметров. Ну а теперь давайте поговорим о том, как обустроить аквариум для принцессы Бурунди. Ведь если качественно обустроить аквариум и правильно за ним ухаживать, они могут прожить ни много ни мало 10 лет. Начнем с того, что на пару этих рыб нужен аквариум минимум на 50 литров. Однако, одни относятся к стайным рыбкам и наблюдать за жизнью стаи намного интереснее. В стае у принцессы Бурунди выстраивается иерархия, о которой мы еще поговорим. Но для стаи нужен аквариум значительно больше, от 150 и более литров, в зависимости от количества особей. При этом самцов, естественно, должно быть как минимум в 2 раза меньше, чем самок. По оборудованию все стандартно. Фильтр, соответственно, если аквариум от сотни, то однозначно лучше ставить внешний фильтр. Естественно, обязательно подача воздуха. В аквариуме необходимо установить компрессор. Вообще, основной успех содержания этих рыб заключается в чистой воде и хорошей аэрации. Можно на всякий случай установить и обогреватель. Оптимальная температура для содержания Бурунди в рамках 24-26 градусов. Долгосрочное отклонение показателей температуры на плюс-минус 3 градуса может плачевно сказаться на состоянии здоровья этих рыб. По показателям воды могу сказать следующее. Принцесса Бурунди легко адаптируется к условиям, не соответствующим естественной среде обитания. Однако, если вы хотите сделать максимально идеальные условия, то жесткость воды должна быть от 12 до 14 градусов АПХ в районе 9. В качестве грунта можно использовать песок, а в качестве декораций красивые крупные камни. Как правило, с помощью камней делают различные пещерки и другие укрытия. Также в аквариумах с этими рыбками можно встретить кораллы. Чаще всего их устанавливают те аквариумисты, у которых мягкая вода, дабы поднять жесткость. Хотя, на мой взгляд, они очень красиво смотрятся на фоне зеленого цвета. Но это им не свойственно. Они очень любят в небольших количествах соскребать обрастания водорослей на камнях. Вообще, говоря про кормление, важно сказать, что они непривередливы и непереборчивы в еде. Идеальным вариантом будет специальная корма для африканских цихлит. Они сбалансированы и в своем составе имеют все самое необходимое. Но не стоит увлекаться одной только промышленной пищей. Ведь они живые существа и им требуется разнообразие. В живой природе они часто употребляют в пищу фито и зоопланктон. Но это совсем не значит, что им можно есть мотыль и трубочник. По-хорошему, вы как любящий хозяин должны избегать такого кормления, так как мотыль и трубочник приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. А при постоянном кормлении, несвойственной пищей, можно нарваться на гибель рыб. А вот каретрой, артемией и даже гомарусом кормить можно и нужно. Всегда интересным вопросом является совместимость рыб с другими видами. Ведь многие аквариумисты любят совмещать несовместимое. На самом деле, принцесса бурунди очень уживчива и приветлива к большинству соседей. И не отличается сверхъестественной агрессией. Конечно, я имею ввиду другие виды цихлид, а не неончиков и гупяшек. Хотя есть и умельцы, которые неонов содержат с астронотусами, но это единичные случаи. Не стоит содержать бурунди с особо агрессивными видами цихлид. Например, цихлиды мбуна. В противном случае, бурунди будут стрессовать. А вы знаете, кто такие мбуна? Если нет, то предлагаю послушать. Мбуна является общим названием для большой группы африканских цихлид из озера Малавии. Название мбуна эта группа цихлид получила от местных рыбаков и означает, что эти рыбы живут среди груды камней. В отличие от группы утака, цихлид, обитающих в открытой воде. Если подсаживать к этим рыбкам мирных, то важным условием является размер. Чем крупнее мирная рыбка, тем лучше. Неплохо уживаются и с кольчужными самами. Если вы планируете разводить этих рыб, то не стоит их содержать в одном аквариуме с другими видами лампрологусов, так как легко можно нарваться на межвидовое скрещивание. О содержании стаи мы поговорим в самом конце этого видео, а пока поговорим о разведении. И пока мы недалеко ушли от темы совместимости принцессы Бурунди с другими рыбками, скажу, что во время нереста, особенно если самка отложила икру в общем аквариуме, агрессия проявляться будет, и это неизбежно. Как правило, самка охраняет икру, а самец охраняет и икру, и самку. И радиус охраняемой территории самцом всегда больше, чем у самки. Пожалуй, самым сложным вопросом является отличить самца от самки, особенно когда рыбки молодые. Точных ответов на этот вопрос нет. Есть только интуиция и догадки. Например, многие полагают, что у самцов лучи на плавниках чуть более длиннее, чем у самок. Иногда составляют пары по размеру рыбки. Считается, что самцы крупнее, чем самки. Однако, если вы их будете покупать в магазине, не факт, что Бурунди будут одного возраста, и тогда самки явно будут крупнее самцов. По-хорошему надо брать стайку. В стайке они сами разбиваются на пары во время нереста. И стоит сказать, что пары, образовавшиеся в этот период, распадаются сразу после того, как мальки подрастают. А к следующему нересту формируются уже новые пары, и подбираются другие партнеры. Когда начинается разбивка на пары, следует учитывать, что на каждого самца должно быть не менее двух самок, и ни в коем случае не наоборот. При всем этом, в небольших стайках Бурунди ухаживают не только за своими мальками, но и за чужими, но исключительно своего вида. Половозрелыми принцессы Бурунди становятся в возрасте от 7 до 10 месяцев. Если вы все же хотите по максимуму получить мальков, то пару необходимо пересадить в отдельный аквариум. Оптимальная температура 25-26 градусов. Увеличение температуры до 30 градусов. Роли в скорости нереста не сыграет. Объем нерестовика должен быть не менее 30 литров. Как правило, самка прячет икринки в укрытии. В общем, аквариуме этого можно и не заметить. Если же это нерестовик, то поставьте в него небольшой горшок, который и будет домом для мальков. После того, как самка отнерестилась, пару лучше убрать. Как правило, самка откладывает от 50 до 200 икринок. На количество икривляет два основных фактора. Возраст самки, как правило, первый нерест около 50 икринок. И место, где происходит нерест. Так, например, в общем аквариуме с разными видами рыб принцесса Бурунди откладывает больше икры, чем в видовом аквариуме или нерестовике. Еще один очередной парадокс. Но так распорядилась матушка природа для поддержания популяции этих рыб. Инкубационный период около трех суток. А через 6-8 суток малек начинает плыть и питаться. В качестве первого корма хорошо подходит циклопка, лавратка, мелкая артемия. А в зоомагазинах и аквасалунах можно приобрести промышленный стартовый корм. Примерно через 10 дней мальки увеличатся в размерах и можно переходить на более крупные корма. А теперь давайте послушаем о стаях принцессы Бурунди в живой природе. Стаи основаны на кромном родстве и отличаются строгой иерархией. Ядром стаи является небольшая группа производителей, обычно не более 10 особей. Они активно размножаются, причем интервалы между нерестами составляют до 20 дней. Забота об икре, личинках и начавших лаврах мальках возлагается не только на производителей, но и на особую группу особей-помощников. Ими являются мальки 4-й и 5-й возрастной группы, в основном будущие самки. Эта группа занимает вторую ступень в иерархической лестнице стаи. Следующую группу составляет подрастающая молодь до 5-й возрастной категории. Достигнутые 3-4-месячного возраста, они покидают места нереста родителей, пополняя самую многочисленную часть стаи. Это самая бесправная группа, не имеющая даже своей территории. Обычно они находятся в 1-2 метров над нерестовыми площадками родителей, где постоянно лезут хищники. На этом видео подошло к концу. Обязательно напишите в комментариях о своем опыте в содержании этих рыб. Ведь ситуации бывают разные. Многим зрителям, которые только завели этих рыб, будет интересно не только посмотреть видео, но и узнать ваше мнение о них. Не забудьте поставить палец вверх. Это очень важный момент для меня. Ведь чем больше пальцев, тем скорее выходит новое видео. Всем хорошего настроения и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Пока-пока-пока. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok